Это тот самый R-фон, тот, которого ждали около года и который до сих пор живьем практически никто и не видел. Интересных моментов тут два. Во-первых, это российский телефон, официально российский, в том смысле, что и собирается он тоже в России. Собственно, мы в офисе компании Rutec, которая его и собирает. Во-вторых, это первый телефон на российской же мобильной операционной системе Rasa Mobile. Под капотом у нее ядро Linux, но пользователь этого, скорее всего, не увидит и не поймет, потому что интерфейс у этой операционной системы абсолютно мобильный и в большой степени похожий на то, как управляется операционная система Android. По крайней мере, прошлая ее версия с тремя кнопочками по нижней части экрана. В общем, с переходом на такое управление, людям знакомым с обычными гуглофонами, никаких сложностей не будет. Еще одно, общее с системой Android, это возможность использовать Android-приложения. Они тут поддерживаются из коробки, есть нативные приложения. Те, которые написаны непосредственно для операционной системы Rasa Mobile, отличаются они тем, что они имеют такую вот овальную иконку. А то, что круглые, это обычные Android-приложения, которые можно ставить из Рустора. Впрочем, Android, это, как говорят, на первом этапе. В перспективе есть идея развивать собственный магазин приложений. Опираясь в том числе на то, что это все-таки Linux. А НТЦ Rasa за 13 лет разработки своей версии этой операционной системы для компьютеров собрала многотысячное сообщество программистов, которым теперь и предлагают портировать свои приложения на новый смартфон. Ну, например, как кейс, да, у нас сразу заработан на нашей мобильной операционной системе и Телеграм, который у нас работает и входит в пакетную базу для десктопов. Ну, это как кейс. Понятно, что в большинстве случаев потребуется все-таки изменять UI самого приложения. Но если мы говорим именно про Linux приложения, то эти изменения минимальны. До прилавков, как говорят, AirFond доберется, но не сразу. В ближайший год это будет телефон для корпоративных пользователей и госструктур. Благо он уже в реестре Минпромторга как совершенно точно отечественное оборудование. Полностью на импортных компонентах, но созданное в Саранске. От монтажа печатных плат до финальной сборки и прошивки. Впрочем, аппаратный дизайн, вероятно, не совсем оригинальный. В онлайн-магазинах можно найти как минимум два смартфона ровно таких же внешне и малоотличимых по начинке. Один продается в США, другой в Бангладеш. Мы соответствуем всем критериям законодательства для того, чтобы телефон считался российским. Если вы посмотрите в базу документов, которые мы должны были предоставить и предоставили, мы должны иметь права на использование, на модификацию, на производство, на дальнейшее развитие всего, что есть внутри этого телефона. В том числе монтажную схему, электрическую схему, на их модификации, на весь микрокод, который существует внутри телефона. Кстати, заявленное полностью собственное ПО смартфона, не только операционная система, но и то, что управляет отдельными его компонентами, это с одной стороны безопасность данных, а с другой довольно серьезный вызов. Например, что касается блока камер с 50-мегапиксельным сенсором. Смартфонная фотография сегодня по большей части вычислительная. Иными словами, нужно, чтобы оно не просто работало без ошибок, нужно еще научиться полученные снимки ретушировать на лету. И хорошо получается это у очень немногих. Создатели Аэрфона обещают ближайший год посвятить доработкам и улучшениям. Филипп Трофимов, Дмитрий Корсаков, Вести.